Мужчины угощают дам. Международный совместный проект. Ссылки на каналы девочек я оставлю внизу в описании. Итак, сегодня будем готовить лосося. И мой классный рецепт. Очень быстрый, легкий и полезный для здоровья. Так что, кто заинтересован, увидите до конца, узнать, как это готовится, оставайтесь со мной. А блюдо, которое мы будем готовить с вами, это поистине царское блюдо лосось. Я расскажу вам, как приготовить это быстро, со вкусом и полезно для здоровья. А сейчас небольшое отступление, потому что приближается Международный женский день. И мы хотим поздравить наших женщин. И хочу сказать немножко о этом международном проекте. Приветствую всех на моем канале. Привет, привет! Итак, сегодняшнее видео совместно с девочками с разных стран. Включая Украину, Россию, Германию, Бельгию. Организовала коллаборацию Татьяны с Германией. Тэфи Германия. Привет, Татьяна. Некоторые девчонок я уже знаю по их блогам. Так что, привет всем, девочки. Мы хотим поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 марта. Девочки, будьте красивы, любимы и счастливы. И пускай день 8 марта будет у вас не только на 8 марта, но ваши мужчины балуют вас почаще, ну почти каждый день. А было бы неплохо. А было бы неплохо. А было бы неплохо. Звездой сегодняшнего шоу должен быть мой муж. Но, увы, он заболел. Так что, шахповаром он сегодня не будет, но ассистировать все-таки согласился. Кстати, с легкой руки влогера Леночки из Бельгии, мистер Биг, и получил свое имя. Мистер Биг. Ну а теперь к делу. Для приготовления данного блюда нам потребуется где-то от 500 до 700 грамм лосося. Свежего желательно. Я беру всегда лосося с шкуркой, с кошицей. Так это вкуснее получается, когда мы зажариваем. Так, стейк или филе свежего лосося. Нам понадобится также рис и рисоварка или слоу-кукер. Если нет рисоварки, тогда рис варится обычным способом. 3 столовых ложки свежевыжатого лайма. Если же нет лайма, то можно заменить его лимоном. Я не пробовала, но люди говорят, что можно. 2 больших авокадо, 1 столовая ложка зеленого порезанного лука, 1 столовая ложка репчатого лука, 1 чайная ложка горчицы дижон. Это моя любимая, с медовым привкусом. 1 столовая ложка порезанного укропа, 4 ложки оливкового масла и сын пармозан. Те, кто на диете или сыр не любит, можно это пропустить. Можно приступить к приготовлению соуса авокадного и риса. Рис мы загружаем по порциям в слоу-кукер или в рисоварку. И тем временем, пока она готовится, мы быстренько сделаем авокадо соус. Итак, авокадо режем на 2 части, вытаскиваем косточку и размельчаем содержимое до пюре. Пюре, кажется, образное такое. Можно вилочкой это все сделать. Это делается все быстро. Так, прошу прощения, если услышите храп, это моя собака спит. Не могу ее разбудить. Значит так, продолжаем. Можно измельчить это все содержимое в отдельной тарелочке. Можно сделать это в блендере. Далее режем лайм наполовинку и выжимаем сок, как я сказала, по рецепту. Я делаю это на глаз. Я использую целый лайм, потому что я люблю вкус лайма. Далее режем репчатый, ой, сори, зеленый лук. Далее чистим и режем репчатый лук. Но так как мы это видео делаем для мужчин, которые могут быть неопытными, мы должны заметить такую маленькую деталь. Для того, чтобы вы, мужчины, не плакали, пока режете лук, нужно смочить лук и нож в холодной воде, и тогда все будет ок. Имеется в виду, что женщины знают тонкости кухни, а вот мужчины, возможно, неопытные, им этот совет пригодится. Значит, это все мы делаем для соуса. И иметь в виду, что вы все это дело потом загружаете в кухонный комбайн или как называется, и перемешиваете в кашицу. Значит, все это будет смешиваться авокадо, зеленый и репчатый лук. Туда будет добавляться соль и перец по вкусу. Вот я готовлю блендер и буду сюда загружать все дело. Итак, в блендер отправляется репчатый лук, зеленый лук, авокадо, соль и перец по вкусу. А, да, конечно, самое главное не забудьте лайм. Лайм предотвращает авокадо от потемнения. Как только вы разрезаете авокадо, оно начинает темнеть при воздействии с воздухом. И поэтому нужно добавить лайм, который предотвратит вот это вот все. Ну и когда уже перед подачей к столу, я добавляю туда горчицу. Горчицу, как я уже говорила, с привкусом меда, сладковатая слегка. Да, опять же на любителя. Если вы не любите, то можно выбрать горчицу другого характера, другого плана. То, что вы любите по вкусу. Посмотрите, как это быстро, как это легко и просто. А самое главное, очень полезно для здоровья. Авокадо, лук бросается в блендер, перемешивается все. Добавляется соль, перец по вкусу, добавляется лайм. Все это выкладывается теперь в тарелочку. Ваш соус готов и ждет, пока вы готовите рыбу. Рыба, опять же, будет готовиться тоже очень-очень быстро. А это я добавляю горчицу, потому что я знаю, что моя рыба будет готова очень-очень скоро. Добавляете горчицу по вкусу, можно перед тем, как вы будете подавать к столу. Закрывается все это дело полиэтиленовой пленкой и отправляется в холодильник.